Всем привет! Вы на канале Польза.нет Здесь только быстрые обзоры и долгие стримы И в этот раз обзор пишется мало того, что на камеру обозреваемого телефона Это Realme GT2, так я еще решил встать у дороги Помимо этого снимаю сам себя с левой руки без штатива То есть вы сейчас можете оценить, насколько 4K60fps с их оптической стабилизацией Могут справляться в максимально критических условиях прямо сразу, с ходу, с самого начала ролика Этот телефон выбивает в Antutu easy полтора миллиона Этот смарт не пытался показать вам какие-то суперрезультаты в плане количества мегапикселей Здесь их 50, но вы видите, насколько хорошо он снимает По поводу микрофонов и всего остального, я думаю, все сейчас слышно То, что они сделали со стабильностью снэпа на трех восьмерках Это даже не 3 восьмерки плюс, но это круто То есть в этом смысле Realme молодцы Поэтому я очень советую вам досмотреть обзор до конца Посмотреть полностью, на что он способен Ночные видео, результаты тестов Просто бешеная автономность почти в 10 часов по PCMark При максимальной герцовке и максимальной яркости, которая, как вы понимаете, здесь очень даже добротная DC Dimming в наличии Так что подписываемся с колоколом, ставим лайк за труды и смотрим По поводу телефонов и не быстрых обзоров на них Сразу хочу сказать, что если вы посмотрите без скрытия данных смартов Без резюмирую и без примеров видео По большому счету в X2 обзор будет занимать минуты 4 Но вы же понимаете, что, допустим, то, как все это дело преподносится, когда вы покупаете это через Китай, через Али То, как приходит вам это дело, допустим, сбитые углы и все остальное, имеет значение Эмоции какие-то все равно имеют Потому что это уже даже, наверное, не сотый телефон, который я за последний год покупаю GT2 GT1 был волшебным GT2, я надеюсь, будет не хуже 12 гигабайт оперативы Кто бы мне года два назад сказал, что я буду говорить Ну, неплохо, но неудивительно, где-то уже есть 16 Но вот так 256 внутрянки 99,9 в периоде, что там никакой возможности запихать карту памяти нет Realme в плане пакинга вообще себе не изменяют То есть вот у нас GT Neo 2 GT Neo 2T GT2 И все плюс-минус одинаковое Если вы видите черный цвет, а не желтый У Realme это значит премиум Что мы имеем внутри По спекам я вам говорить сейчас специально Ничего не буду Версия GT2 выглядит классно RMX 3310 Прямо как Nokia 3310 кодовое название Может быть они мечтают, чтобы она была настолько же популярна, эта мобилка Но учитывая, как часто и много продают Realme и покупают Realme именно на Али Потому что в российском ритейле цены на них, ну не сказать запредельно Они бредовые, то есть GT Neo должен стоить 21 тысячу рублей Master Edition стоит 16, 17, 18, 19 на Али Учитывая, как курс просел Чехол, кстати, не особо плохой USB-A на Type-C Dark Charge Да, 65 ватт, 6,5 ампера и 10 вольт После этого можно будет извлечь Ключом для изъятия лотка для сим-карт Этот бедный лоток Увидеть, что он прорезинен Вспомнить, скорее всего, что в рекламе я не видел, чтобы у них была заявлена защита от влаги Расстроиться от того, что здесь видно пластиковая рамка И как Type-C сделан мне не нравится То есть здесь он утоплен И ощущение полости между входом и самим корпусом Почему я об этом говорю? Потому что, к сожалению, уже сталкивался с большими проблемами в данном аспекте с аппаратами Видимых зазоров, как Xiaomi 12 и Xiaomi 12X и 12 Pro, у которых запотевают камеры, нет Нет миниджека Нет АК порта С олявьи и их политика вот такая По поводу подбородка он присутствует, но небольшой Можете посмотреть какой Я надеюсь, что сейчас мне смогут предложить Русский язык, цвет, блеск, красота Ну и что, глобалка, не глобалка, какая разница, правда? Отлично! Русский язык из коробки Xiaomi, ты учитесь! Китай, не Китай, какая разница, правильно? Но потом спрашивают, почему у них продажи бывают Какими-то местами падают 75 миллиметров, высота 163, прямо уже лопата И толщина барабанная дробь, я бы сказал Вместе с блоком камер самое интересное 11,2 миллиметра без блока камер 10,4 миллиметра Это с платформой И так 8,9 миллиметра 203 грамма Напоминаю, что эталон того, как не должно что-то весить Это 205 граммов у айфона 13 про Смотрим Еще раз повторяюсь, что розыгрыши море Читаем описание, какие сейчас актуальны Сегодня как раз, скорее всего, будет розыгрыш На лайв-канале, в онлайн Если даже не сегодня, то крайний срок завтра Постоянный розыгрыш Это 5 Mi Band 6 серии Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий К любому видео Подписывайтесь с колоколом А сегодня я расскажу вам о смартфоне Realme GT 2 И на его предшественника Realme GT У меня тоже был обзор Можете посмотреть его, перейдя по ссылке В правом верхнем углу экрана Это был просто бомбический смартфон С очень выгодным ценником для тех трех восьмерок Потому что он был в числе первых Если даже не первый, кто применил данный процессор И в этом GT 2 они сделали все лучше Но начнем Поставляется он в четырех вариантах расцветки Тускло-зеленый цвет бумаги, голубой и черный Тыльная часть выполнена из пластика И тактильно напоминает она soft-touch Рамки также пластиковые, но наполовину глянцевые С фронта смартфон защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии Не Victus, но может быть даже оно и лучше, что не Victus Дизайн минималистичный и смотрится элегантно В руке без чехла держать приятно удобно Но, к сожалению, с затыльной части он крайне скользкий Рамки, как и тыльная часть, не марки На корпусе кнопку питания и качели регулировку громкости Решили расположить на разных торцевых частях Далее есть разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0 И это нехорошо, когда же они будут быстро разъема туда запихивать Два микрофона, динамики, один основной, один разговорный Звучание здесь, к слову, стерео Так как через разговорный динамик воспроизводится звук Конечно же, не лучший вариант, это такое полустерео, но все равно Официальная защита от влаги тоже нет Так что это довольно такой странный флагман получается Миниджек и Капорт решили не устанавливать Что тоже такое приличное для многих разочарование Смартфон оснащен дисплеем на 6,62 дюйма AMOLED с разрешением Full HD на 2400 на 1080 точек Матрица экрана абсолютно плоская Плотность пикселей 398 PPI, что довольно хорошо Практически 400, а 400 по мне это золотой стандарт 100% цветовая гамма DCI-P3 Пиковая яркость 1300 нит Для подобного аппарата этого значения за глаза Полторы тысячи уже перебор по мне, как Самсунги иногда делают Хотя, с другой стороны, в пустыне может быть оно и актуально При ярком освещении выглядываться не приходится Текст читабели на глаза сильно напрягать тоже не приходится Частота обновления экрана 120 Гц, на борту также автогерцовка и 60 Гц DCD в наличии, к слову, его можно включить даже в 120 Гц обновления экрана Учитесь сяоми, правда? Шим без DCD на 100% яркости 7,8% на 59,7% на минималке 24 на 0 9,4% С включенным DCD дела обстоят в каком-то плане лучше На минимальной яркости он снижает Шим с 24 до 20%, а на 0 подымает значение с 9,4 до 11 Несмотря на это, Шим здесь более чем адекватный Время передать привет еще раз Самсунгам, OnePlus'ам со своим выжигающим показателем Шима И улыбнуться, сказав, что не только 5% это дело замечают Хотя, по факту, при длительном использовании Шим заметен всем Автояркость работает прекрасно, быстро адаптируется под смену освещения Под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок Полноценный Always On Display в наличии Далее мультитач, разумеется, 10 пальцев Разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальцев, внедренного в экран И распознавание лица Сканер отпечатка пальцев работает, притом неплохо Распознавание лица срабатывает стабильно и очень быстро Там вроде бы какая-то новая система, но вы же понимаете, что не важно, что они там придумали Главное, как это работает Подбородок внизу экрана есть, но небольших размеров Процессор Qualcomm Snapdragon 3 восьмерки 5G с техпроцессом 5 нанометров и 8 ядрами с максимальной тактовой частотой 2,84 ГГц К слову, 8 Gen 1 они запихали, но версию Pro она у меня тоже будет на обзоре Я ее купил, очень долго выбивал, продавец не хотел мне никак ее посылать, потому что их раскупили в Китае Но вроде бы нашел, послал, так что обзор будет Графический процессор здесь на обвесе Adreno 660 Интерфейс Realme UI 3.0 и Android 12 Оперативная память LPDDR5 Внутренняя память UFS 3.1 И на выбор 128 или 256 ГБ Расширить ее SD-карты нельзя А вот оперативку можно расширять в настройках на 3,5,7 ГБ Но мы все понимаем, как это работает Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 улучшенной версии Поддержка 5G сетей, что нас не особо интересует А вот у 4G, Band 7 на борту, 20-го же не завезли С другой стороны, если у вас в городе больше 50 тысяч человек населения Вы не уезжаете в глухую деревню, вам это вообще никак не актуально Связь ловит смартфон отлично Звучание при звонках хорошее, запись разговора в стоке Без уведомления собеседника о начале записи, которую никто не любит Вибро нет опорной, настроить можно интенсивность при звонках и уведомлениях Dolby Atmos на борту, но только для внешних Bluetooth-устройств Bluetooth версии 5.2, NFC поддерживается и Google Pay встает без проблем GPS двухдиапазонный, имеется GPS, GLONASS, Galileo, Beidou и QZSS Тест на холодную показывает точность 3 метра, при условии, что рядом есть высотки Емкость аккумулятора 5000 мАч, PC-марки выдал космические для этого процессора 9 часов 27 минут, осталось еще 20% и тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости Заряжается в выключенном состоянии с 0 до 70% от родного адаптера питания С помощью быстрой зарядки родной на 65 Вт за 30 минут Полный цикл зарядки в тех же условиях составил 50 минут Я более чем уверен, что в включенном состоянии он зарядится с 0 до сотки Менее чем за 35 минут В комментах напишу за сколько получилось Потому что несколько раз гонял и не понимаю Он опять рандомно как-то по времени заряжается Поедает 6% за 30 минут просмотра на Ютубе На максимальной яркости при 120 Гц по Wi-Fi За час игры в Genshin Impact улетает 42% на максимальной графике При 120 Гц и 100% яркости Результат неутешительный, но играть более чем комфортно На максимальных настройках фризов я не наблюдал Экран яркость не понижал Только вот до 45 градусов аппарат нагрелся Но это мелочи жизни, тем более сейчас зима Радуемся, греет Беспроводной зарядки нет И это тоже не является отличием, конечно же, флагмана Потому что у флагманов должна быть беспроводная зарядка Посмотрите на OnePlus 9 Pro Понятно, что уже 10 Pro есть Но у него и защита от влаги, и беспроводная зарядка И также он продавался на распродажах за 37-40 тысяч рублей Тротлинг тест вначале показывает хорошую производительность Далее идет на убывание, что является стандартом В гикбенче пятом в сингл коре 1139 баллов В мультикоре 3255 В 3D марке показал Вайллайф 5845 Вайллайф экстрим 1538 Вайллайф стресс тест 5847 Вайллайф экстрим стресс тест 1523 Слинкшот экстрим и слинкшот на максимуме Данные антуту порадовали Выдал результат в неплохие 810 тысяч попугаев А также в АИ-тесте аппарат выдал космические полтора миллиона И это имеет значение всем, кто не понимает, что дают эти тесты И что происходит с аппаратом, если он там много выбивает И куда это девается Почитайте, пожалуйста, описание тестов И поймите, что это очень хорошая характеристика для многих задач Включая рендер видео Ваши фотографии Ваши игры То, каким образом он обрабатывает тот или иной звук При записи Ваши разговоры Вообще все Потому что фактически у вас в руках компьютер Другое дело, что он компактный Сторедж-тест показал очень приличные 64000 Которые даже не свойственны UFS 3.1 По максимуму рилами все выжимают за счет оболочки и алгоритмов 54-минутный стресс-тест прошел И результаты вы видите на экране, не печаль Основной блок камер с тыльной части состоит из трех модулей И двумя лет вспышек Основная на 50 мегапикселей И оснащена она нашим привычным сенсором Sony IMX 766 С оптической стабилизацией Сверхширик на 8 мегапикселей С углом обзора в 119 градусов Макро объектив на 2 мегапикселя С фокусным расстоянием 4 сантиметра Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 фпс И снимает она без ограничений по времени Фронталка расположена в правой верхней части экрана С сенсором Sony IMX 471 на 16 мегапикселей Максимальное разрешение для съемки видео фронталки 1080p 30 фпс Основная камера в дневное время справляется действительно хорошо Стабилизатор показывает плавную картинку без смазанных деталей Фронталка печальнее работает в местах с хорошим освещением Но лучше чем Realme GT однозначно И вообще, что я видел у Realme, наверное, только у Master Edition более-менее Примерно такое же качество видео Но не на основную камеру В ночное время, как и всем камерам в смартфонах, приходится тяжеловато А вот микрофоны отрабатывают совсем нехорошо Я думаю, вы сейчас поймете, о чем я Короткие примеры вы сейчас увидите Плюс вы видели вход Разрешение 4К Вечер, Гражданский проспект Поверхность вы сами видите То есть это снег, неровный лед И снимаю я все это дело с одной руки Насколько хорошо слышно меня под вопросом Почему? Потому что раз телефон в чехле И два задувает довольно неплохо ветер Картинка не самая радужная Но здесь было красиво на момент подготовки к Новому году И его проведению Вот мы в районе гражданского 100 Здесь новая арена Там, где можно поплавать, поиграть в баскетбол Если встать и сделать X Допустим, X10 Это максимум на 4К Но однозначно мыло, шумы и остальные прелести Если пробежаться Камера будет отрабатывать примерно вот так Опять же повторяюсь, что все это дело с одной руки И все равно отрабатывает она неплохо Лично по мне Ну и всеми любимый двухоконный режим съемки у Realme И здесь еще добавилась такая тема, как улица Там можно выбирать объектив Либо 24 мм, либо 50 мегапикселей Основной, либо сверхширик И это очень удобно В самой программе логично, что я не покажу Это для фотографий, это не для видео Но круто сделали Вообще по менюхе и по ПО Довольно неплохо они все перелопатили И видно, что Realme движется по мне В очень даже правильном направлении Здесь, к слову, можно на X2 Основной модуль переключать Одним касанием во время Такого режима Если встать То роллинг-шатры нет Если решите снимать баскетбол-син Вы видите сейчас видео И вы еще увидите В процессе фотографий Снова X идет здесь На X20 Для фото, хотя там мало-мония Если брать Не фото, а видео Их здесь Ну так же Видите, несмотря на то, что помещение Мало-мония Это уже ширик Но на ширик, разумеется, стремится Можно Переходить со снимкой камеры На ширик По плавности тоже самое Разумеется, это во мне айфоны Здесь можно в стойке ставить на паузу Видео Во время съемки И делать фото К слову, на ширик, разумеется Можно снимать только в 1080 И 4К доступен только для основного модуля Кандалка 1080 И вот почему он ночью вхожу Чтобы людям не мешать Со своими досками Многим нелюбимый переход Но даже здесь Многие снимают Сейчас выйду Все наладится 4К 60 фпс Realme GT2 Как приятно, когда Не нужно просушивать Смартфон Для того, чтобы у него Не запотевала основная камера Основной модуль Стандартная Мурина И Икс-10 Мыльный Икс-10 Пиксельный Все плавненько А самое главное Мы подождем Почти две минуты Для того, чтобы Была возможность Понаблюдать Что никакой дымки Не появляются И никаких проблем С этим смартфоном Нет Уже почти минута В принципе Вам не обязательно Вредить Полную Картину Я думаю Что вы поверите Мне на слово Смысл выгораживать GT У меня никакого Тем более Это китайский Аппарат Неизвестно Будет ли Глобалка Вот так Realme GT2 Не повезло С погодой Крупные Хлопья Снега Видите Как ведет себя Фронталка Как всегда Мурина Как всегда Три часа ночи Примеры Вы сразу можете Промотать Потому что Для меня Важно В одних И тех же Условиях Как ведет себя Камера Напоминаю Что наушники У меня В ушах Но звук Все равно Пишется с телефона Притом Телефон Находится в чехле И Съемку Я веду С одной руки Конкретно Справа Если вести С двух рук Я сейчас Попытаюсь Перехватиться Разумеется Если вести С штатива Либо Селфи Палки Все это Будет намного Намного Приятнее Выглядеть Если стараться Снимать Аккуратно Двигаясь Наверное Как-то Как Китайский Монах Когда они С блюдечками Входят Или бегают Наполненными Водой То Наверное Примерно Такая Картинка Будет В целом Мне очень нравится Фронталка Для Рилми Крайне Непривычно Хотя С другой стороны Это флагман Но По-моему Раньше Они Намного Больше Забывали Забывали Про то Что существует Съемка Здесь Сейчас У меня На данный момент Этот аппарат Радует Особенно На фоне Ми-12 Но в целом Он и в целом Меня радует Понятно Что съемка Ведется ночью Понятно Что освещение Помогает Ему Снег Который Отражает Все это Дело Но Но ведь Неплохо 4к Разумеется Разумеется Ночь Разумеется Все тоже Мурино Разумеется Все те же Три часа Ночи Вы все время У меня Спрашиваете Не боюсь Ли я Ходить А вы Найдите Здесь Кого-нибудь Или что-нибудь Что может Считаться Опасным В три часа Ночи Нормальные Люди В три часа И ненормальные Тоже Спят Поэтому Самое Безопасное Время Чтобы проверять Что Правильно Автофокус На Рилме GT2 И вроде бы Он прямо Местами Молниеносный Даже в ночи Даже в ночи Автофокус Рилме GT2 Хотя На экране Я вижу Легкие Передергивания Но в целом Мне кажется Что все Отлично Все даже Великолепно Сейчас попробуем Забежать На лестницу С камерой И не растянуться Чтобы вы Не увидели Вблизи Ступенечку Красиво 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 Снимает Даже дело Не в том Что Здесь не особо Красиво Снег Хлопья Красиво А вот Урбанистический Вот этот Одинаковый Вид Для многих Является Чем-то Не особо Приятным Я это Дело Честно Люблю Я За города За городом Жить бы Я Не смог И так Пожил Достаточно В целом Вы В курсе Теперь Каким образом Камера Снимает Надеюсь Все было Максимально Информативно Ввиду того Что я уверен Что ваши Условия Съемки Будут Намного Лучше Вы же Не будете Снимать В шторм Рилми Сделали Огромный Шаг Вперед По поводу Камера Это просто Космос То есть Мне Прямо Интересно Сравнить Ее С Сяоми 12 Если у У меня Получится Окончательно Убедиться Что я Его Не Повредил Своим Высушиванием То Наверное Буду Сравнивать Так что Пишем В комментах Интересно Вам это Дело Или нет И я В линейке Сяоми 12 12 Про 12 Икс И этот Смарт Возьму И Помучаю Чуть Чуть Чтобы Видно Было Насколько Хорошо Или Плохо В одних И тех же Условиях Эти Телефоны Могут Снимать Напоминаю Что Здесь Снэп Три Восьмерки И По Мне Они Его Прям Приручили Полтора Миллиона В Антуту А И Это Нечто Просто Я Как они Это Дело Выжили Из Данного Аппарата Но Супер Супер А не Даже Не Три Ночи 2.15 Вообще Посмотрите Посмотрите Как рано Я сегодня Иду домой Жизнь Налаживается Правда Вот Допустим Вы Видите Как На Основную Камеру Происходит Съемка Плюс Происходит Съемка На Селфи Камеру Одновременно Мы Здесь Можем Делать Икс Десять И Если Стоим И Освещение Неплохое Ну Прямо Ну Хороша Картинка Что Так Что Так Пишите Может Быть Мне Как-то Что-то Чудится Тем Более У всех Разные Экраны У всех Разные Потребности Возможности Взгляд Хорошо Когда Есть Возможность Выбрать Правда Но Режимы В стоке Это Всегда Полезно Разные Режимы Ну И Немного Насколько Все-таки По-разному Снимают Камеры Основная По стабилизации Фронтальная То есть Фронтальная Сейчас Снимает Меня Основная Камера Снимает То Что Инфран Впереди Меня Куда Я иду Вы видите Насколько Отличается Стаб И Видите Насколько Отличается Качество В принципе Даже В этом Маленьком Квадратике А Особенность В том Что Здесь Можно Делать Х2 Разумеется И К сожалению Здесь Вполне Возможно Работает Улучшалка Ее Постоянно Нужно Отключать Это Бесит В Программном Смысле Все Хотят Чтобы Вы Выглядели Лучше Даже Если Вы Этого Не Хотите Матрица 4К 60 ППС Рилми GT2 И Это Уже Да Эпичное Качество При том Что До Этого Все Что Я Снимал В том же Мурино Было 4К 30 ППС Я Думаю Разницу Вы Видите Если Увеличиваем Вход В метро Площадь Восстания Даже Учитывая Что Сейчас Просто Безумный Ветер И снег Телефон В принципе Справляется По поводу Съемки В движении К сожалению Сейчас Каша Но Вы Во всяком Случа Сможете Увидеть Как Хорошо Он Может Стабилизировать Во время Прогулок Картинку Со своей ОАС Оптической Стабилизацией На основную Камеру К сожалению Повторяюсь На ширик Не переключить Но Это не критично Хорошие цвета Хорошая картинка Радует И еще Немного Красот Петербурга Это К слову Про людей Которые Любят Жить В центре Да Здесь Очень Много Пыли Да Эти дома В основном Состоят Из коммуналок Но не все Где-то Хостелы Где-то Ресторанчики Бары Но Согласитесь Выходить В историческом Центре По утрам На работу Если не Приходится Выдергивать И выталкивать Машину Это классно В целом Вот так Снимает камера Я считаю Что Ну Очень Очень Достойно Рилми Делают То Что Делают Всегда Они Берут Не Такое Уж Новое Железо И Начинают Его Оптимизировать Доводят До состояния Идеала Потому что То Как Здесь Работает Три Восьмерки И То Как Здесь Работают Сенсоры Камера То есть Не побежали Они за Мегапикселями Посмотрите Но И правильно Сделали Потому что Снимает Все На голову Выше И лучше Чем До этого Что Селфи Камера Пусть и разрешение Не Корсмус Что Основная Сейчас Я кстати Селфи Здесь же И сниму И Вот Селфи Камера С нулевыми Улучшалками В той же локации Допустим В движении Я даже буду Снимать Вы видите До какой степени Картинка Детализирована То есть Можете поставить На паузу Я не пытаюсь Никаким образом Приукрасить Возможности Этого Смарта Они примерно Делают То же самое Что делают Во всех Брендах В их Телефонах Би-Би-Кей И смартфонах Но Ну хорошо Снимает Она Еще раз Напоминаю Что все фронталки Включая Айфон 13 Про Пиксель 6 Про Моторола С30 То есть Все суперфлагманы Они снимают По мне Не лучше Вы можете Посмотреть Примеры Из Доминиканы С лайв канала Там По 30 минут И засветы Там Еще хуже То есть Сейчас у меня Пасмурный день Стандартно Снег Стандартно Для Петербурга Каша Под ногами Но Смарт Насколько он может Справляется Если Убрать лицо Лицо Рука Да То Все великолепно Видно Если нужно Фокусироваться На лице К сожалению Остальное Теряется Но неудивительно Практически Теряется Как у всех Не могу Не снять Для вас Вот эту прелесть Нашу Петербургскую Кашу В основном Зима здесь Проходит Именно так Невский Проспект Там Площадь Восстания И я буду Двигаться Разумеется К Казанскому Разумеется К Дому Книги И разумеется Покажу вам Еще чуть-чуть Гостиный двор В каком он Состоянии Ремонтная работа Как всегда Будут Весной Чтобы чистить Фасады Эти все Приезжайте Посмотрите Но не сейчас Сейчас Не на что смотреть Вот в этой локации Я снимал сейчас Вход Это Аничков мост И было громко Потому что Там были машины Немного съемки Селфи Но опять же Вот сейчас Фронталка По-моему Опять сбросилась Потому что Я какой-то Сглаженный Напоминаю Что Здесь Улучшалка Не хуже Чем Хуавей А это Является Минусом По мне Почему Потому что Нужно ее Постоянно Отключать Для того Чтобы получать Больше информации Опять же Если вам Необходимо Себя Приукрасить Потом Фильтры Светокоры Все остальное В программах Доступно Смарт Должен Должен Максимальное Количество Информации Вам Давать При съемке А дальше Уже Вы рисуете С другой стороны Если не хотите Заморачиваться То наверное Идеальный вариант Как раз Не отключать Ретушь И снимать Как будто Вам на лет 10 Меньше Или 15 Или у кого-то Даже 30 Будем считать Что это User Experience Вот сейчас Ретушь на фронталке Стоит на 50% Плюс слева Вы видите Стандартную Программку Это Вшито В стоке Камера Елисеевский Магазин Помимо Елисеевского Магазина Екатерининский Сад Сюда Даже Кстати Можно Зайти Очень круто Учитывая Что у нас Вроде бы Ну не Вроде бы А сейчас Эпидем Ситуация Вроде Не позволяет Гулять В подобных Местах Но Нет Все Красиво Никого Нет Сегодня У нас Пятница Так что Я думаю Где-то Через часа Три Здесь Будет Много Людей Но Опять же Чтобы Хорошо Здесь Более Менее Отдыхать И хотя бы Где-то Покупать Еду А не Вот так У дороги Необходим QR-код Необходимо Заморочиться У меня Его Нет Поэтому Поэтому Я покупаю Кофе Там Ну В подобных Местах Что Великолепно С Гостиного Двора Украшалки Еще Не сняли Не все Во всяком Случае Поэтому Слегка Это все Выглядит Празднично Если не считать Вид Собственно Невского Проспекта Но Здесь Ничего Ни от Кого Не зависит Вы же Понимаете Погода Немного Казанского Собора С одной Руки Вы Видите Как хорошо Получается При данном Освещении Опять же Снег Закончился Дом Книги Компании Зингер Когда-то И Канал Грибоедова В целом Не вижу Разрывов Не вижу Чтобы стаб Не отрабатывал Если С С Одной Руки Пытаться Увеличить До Получается 6 7 80 4 К 60 ФПС Разумеется Мыло Возможно Как-то Будет На Большом Экране По-другому Но Мне кажется Что Нет Минусы Нет Миниджека Нет ИК Порта Урезанное Стерео Фронтальная Камера Имеет Всего Лишь 1080p 30 ФПС Если Еще 60 ФПС Докрутили Вообще Было Отлично Если Промокоды Посмотрите В моем Телеграм Канале Также По ссылке В прикрепленном Комментарии Вдруг На момент Вашего Просмотра Появятся Скидки А вообще Сейчас Идет Цел Так Что В период Цела Я Однозначно Его Советую Покупать Несмотря На Мое Резюмирую И Резюмировать Хотелось Держа Вот Эти Три Аппарата В руках Первая Это X12 Xiaomi 12 Pro И Просто 12 12 12 12 Не особо Отличишь К чему Я их всех Держу В руках К тому Что У них Запотевали Линзы Изначально Как только Я их Получил После того Как я В Antutu Чуть Чуть Прогрел Разумеется Вынутыми Слотами Под Сим Карты Они Перестали Мылить Но Эффект От того Что Ты получаешь Смартфон У тебя Какие-то Проблемы Притом Серьезные Остался И послевкусие По поводу GT2 Эффект Того Что Он Обалденно Снимает У меня Конечно Прошел Потому Что Когда Все Это Я посмотрел На экране Посмотрел Мой Оператор Игорь Он Сказал Что Супер Вау Нет Но С другой Стороны Если Сравнивать Просто GT Которые Я Тестировал Ну Считайте Полгода Назад Но Это Небо И Земля То Есть Они Сделали Хорошо Да Они Не Сделали Лучше Всех На рынке Я Его Специально Перепроверил Покупал Со Всеми Кэшбэками В районе 40 То За 40 Тысяч Рублей Адекватные Три Восьмерки Полный Фарш Внутри Оптическая Стабилизация И То Что Он Из Коробки Может Все Но Это Меня Прям Безумно Порадовало Плюсы Я Рад Что Рилме Вместе С Бибикей Повернулись Лицом К Фронтальным Камерам Она Здесь Хорошая Не Сравнивая С Ван Плассами И Подобными Топами Которые Тоже Хуже GT2 Супер GT2 Про Скоро Будет На Канале Смотрите Примеры Съемки Вот Этого Дела Без Запутевания На Лайв Канале Снимаю В полевых Условиях Если Вам Кажется Как Некоторые Блогеры Советовали Идеальный Вариант Снимать Это В студии Где У меня Свет 5600 Кельвинов Все Правильно Расставлено Я Подмазан Бываю Ну Хорошо Давайте Будем Думать Так Я Считаю Что Примерно Вот В таком Мире Живете И Вы К сожалению Или К счастью И Вот В этом Мире Мы С Железки У меня Претензий Нет Никаких Пишите Ваше Мнение По Данному Аппарату Обязательно Подписывайтесь На Канал Пишите Что Еще Купить На Обзор И Напоминаю IQ OOZ Pro Девяточка На Канале Будет GT2 Pro Тоже Будет Разумеется Будет Black Shark Который Мне Никак Не Могут Выслать В Принципе Я Думаю Нам Хватит До Серединки Добра И Удачи Вам Дорогие Друзья